хочу показать вам процесс работы над портретом это портрет пастели двух котиков отиса и оли я использую бумагу пастель мак здесь у меня размер 37 на 50 сантиметров сначала я начинаю с фона покрываю его ровным светлым оттеночком чтобы котики на нем были заметны и дальше с помощью кисточки я наношу вот такой предварительный первый тон на котика слева идет такая очень мягкая подложка она мне позволит набрать нужный оттенок и потом уже с помощью карандашей потихоньку прорисовывать с таким способом получается очень мягкая но в то же время подробное нанесение котик выглядит мягким но в то же время и четкие линии добавляю карандашиком это очень интересный эффект получается вместе когда мы сделали верхнюю часть а я обычно иду от ушек лобику и ниже потом прорисовываем глаза здесь такой же принцип идет общий тон потом я добавляю темные зоны и в конце уже светлые блики здесь я использую разные оттенки карандашиков в основном это охристые таракотовые коричневые белый идет как правило поверх чтобы он добавил светлые акценты уже сверху и шерстка выглядела вот такой вот пушистый и объемный на участках слева и внизу на лапках я добавляю больше коричневого потому что на лапках там более темная шерсть и поэтому мешаю охру с коричневым здесь завершаю также с помощью белого где мы ставим самые четкие самые прорисованные волоски на лапках вообще нужно быть довольно внимательными следить за направлением шерсти потому что как правило здесь она расходится веером то есть в центре прямо на нас смотрят волоски и вправо и влево они поворачивают и закругляются дальше мы переходим белому котику так как у меня оттенок бумаги здесь светло-серый то я могу сделать просто сначала акценты с белым цветом выделить самые светлые зоны потом их доработать с карандашом самые темные участки доработать с более темным серым таким же образом я прорисовываю глаза тоже расставляю блики когда работаем с носиком делаем предварительный слой с розовым он может быть среднего оттенка потом уходим светлые и в темные зоны я даже здесь добавляла немного обычного карандаша то есть есть пастельный карандаш я использовал немного и цветных карандашей чтобы добавить более легкий тон на темные участки на белом использую разные белые карандашики здесь прямых довольно много есть и брюнзил и фабер кастл также использую дженерал с карандаш который самый белый яркий но для него уже можно найти и аналоги чтобы получилось вот такое сочетание и мягкости и четкости вместе дорабатываю небольшие детали делаю шерсть еще более светящейся и пушистой и на этом портрет готов вот такие два котика у меня получились